Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная программа «Разговор о медицине». И сегодняшний выпуск называется «Боль в спине». У нас в студии Бакшев Вадим Владимирович, заведующий нейрохирургическим отделением, главный нештатный специалист нейрохирург Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующий отделением нейрохирургии Ульяновской областной клинической больницы. Здравствуйте, Вадим Владимирович! Добрый день! Вадим Владимирович, наша программа называется «Боль в спине». Мы так назвали, потому что действительно, наверное, болезней, заболеваний позвоночника очень много, которые действительно вызывают вот этот болевой синдром или болевой симптом. Расскажите, пожалуйста, какие заболевания вообще позвоночника наиболее распространены? Скажем, в Ульяновской области ему быть вообще в целом? Это очень большая проблема. Распространенность дегенеративных заболеваний позвоночника очень велика, и в последнее время нет тенденции к ее снижению. Возрастная категория, которая страдает этим заболеванием, самая активная, это люди от 30 до 60 лет. То есть это самый работоспособный возраст? Это самый работоспособный, самый плодотворный возраст. Заболевание может начинаться с 15-20 лет, а пиково приходится на возрастную категорию 50-60 лет, где этими заболеваниями, а мы говорим сейчас об остеохондрозе позвоночника, страдает до 80-80% людей. То есть это и в развитых, и развивающих странах, да, это все в целом? Да, 80-85% людей в категории 50-60 лет. Вадим Владимирович, в силу вашего опыта, вот все-таки какие наиболее часто встречающиеся, ну вы уже сказали, это остеохондроз позвоночника, да, ну может быть еще какие-то заболевания, вот именно вот называют болевой синдром? Остеохондроз позвоночника это собирательная группа, собирательная группа. Давайте мы оставим ее так. Вообще многие ее называют остеохондрозом позвоночника, многие называют дорсопатия. Дорсум по латыни спина, поте это страдание. Страдание спины, можно сказать так. Вадим Владимирович, а вот грыжа позвоночника, это частая находка все-таки у специалистов вашего профиля? Да, находка очень частая. Как я сказал, страдает трудоспособное население. В основном боль в спине является второй по частоте причиной обращения за медицинской помощью после респираторных заболеваний. И по количеству днений трудоспособности остеохондроз поясничного отдела позвоночника находится на первом месте. То есть занимает такое, скажем в кавычках, достойное место, да? Лидирующие. Я бы сказал, лидирующие позиции по нетрудоспособности. Ну, а вот все-таки какие факторы риска, которые приводят к этому заболеванию? В зоне риска находятся люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Можно сказать, не занимающиеся собой. Люди, имеющие избыточную массу тела. И люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Вот это зона риска. А что тогда провоцирует? Человек живет и живет своей жизнью, не обращает внимания, понимает тяжести, занимается активным образом жизни. Что может спровоцировать внезапность появления? Есть много теорий появления, возникновения этого заболевания. Давайте расскажем. Это и механическая, это и эндокринная, это и травматическая теория. Но основная теория — это запрограммированное дегенеративное изменение позвоночника. Многие люди, которые болеют этим, связывают обострение этого заболевания, связывают с поднятием тяжести, с каким-то тяжелым физическим трудом, с травмой, например, падения. Но, тем не менее, в основе изменений при дегенеративных заболеваниях позвоночника лежит именно процесс дегенерации. Я тоже всегда и своим пациентам говорю, и своим коллегам, что человек терпеть боль не должен. Правильно? То есть болевой синдром не должен терпеть. То есть это неестественно для человека терпеть боль, поэтому это не должно до этого доходить. В каком случае пациент должен обратиться к врачу? В любом случае, как только появился болевой синдром, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к неврологу. К неврологу, да? К неврологу. Но можно сначала начать, например, с терапевта? Он же тоже дифференцировку проведет. Конечно, обязательно. Ну, к неврологу, который проведет осмотр, определит форму патологии. Есть патологии компрессионные, патология некомпрессионная. Компрессионные патологии – это когда в патологический процесс вовлекаются нервные структуры, спинной мозг, корешки спинного мозга. Определит форму этой патологии, назначит дообследование и лечение. А какие методы обследования? Ну, хотя бы вкратце так вот, чтобы было понятно. Основные, которые нужны специалистам? Магнитно-резонансная томография на данный момент является золотым стандартом обследования заболеваний позвоночника. Данный метод позволяет получить полную картину о состоянии позвонков, межпозвонковых дисков, связочного аппарата, нервных структур. В Ульяновской областной больнице недавно появился суперсовременный магнитно-резонансный томограф, скажем так, экспертного класса с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Он единственный на данный момент по своим характеристикам в области. То есть только рентгенографии позвоночника этого недостаточно, да? Или это уже второй этап такой? Скажем так, на данном этапе золотой стандарт – это МРТ. Материн Владимирович, а вот в областной больнице вы сказали, что есть МРТ, современный метод, позволяет диагностировать. Скажите, пожалуйста, насколько доступность людей именно к такому обследованию, скажем так, у нас в регионе? Как часто направляют к вам? Может быть, по месту жительства тоже уже есть возможность? Есть возможность провести эти обследования по месту жительства. Томографов в городе достаточно для проведения исследований. Я думаю, что отказа никому не будет при наличии показаний. То есть, в принципе, пациенту просто обратиться нужно к врачу, а он дальше уже мушутизация вся отработана. Конечно. Все это, как говорится, под стеклом у врача. Главное – не заниматься самолечением. Нужно дать, если можно так сказать, официальный ход дела. Валерий Иванович, про самолечение, кстати. Нужно ли слушать какие-то советы? Бывает, сосед сказал или какой-то родственник, у него было подобное, и он лечился тем. Как вы к этому относитесь? Я сторонник официальной медицины. Потому что потом все-таки запущенность уже какая-то идет. Потом патологический процесс продолжает свое развитие, и люди поступают уже с выраженными неврологическими нарушениями, с гибелью нервов. И, в общем-то, люди, даже получив терапию, терапевтическое какое-то терапию, хирургическое лечение, все равно могут уже уйти, скажем так, с дефектом неврологическим. А вот невролог и нейрохирург, давайте все-таки телезрителям расскажем, все-таки отличие этих специальностей. И в каких случаях человек должен обследоваться и наблюдаться у невролога, а в каких случаях все-таки от нейрохирургии уже вступает в свои права? Ну, я сказал, что первичное обращение должно быть к неврологу, в поликлинику, по месту жительства. Если пациента беспокоит боль в позвоночнике, боль в мышцах спины, то это некопрессионная форма остеохондроза, которая очень хорошо поддается нехирургическим методам лечения. Если же пациент жалуется на интенсивную боль в ноге, нарушение чувствительности, слабость стопы, то этот пациент должен быть осмотрен уже нейрохирургом. Понятно. Ванил Владимирович, а вот вы сейчас уже об этом сказали, получается, как такая люмборишалгия, люмболгия, вот эти все симптомы. Вот как часто они встречаются и что это такое? Давайте тоже расскажем через зрителям, чтобы вот, если у них что-то подобное происходит, чтобы они тоже действительно их спровоцировало обратиться к неврологу. Как это все, вот чем проявляется? То есть это защемление получается, да? Да, это когда вовлекается в процесс, в патологический процесс, происходящий в позвоночнике, вовлекается нервный корешок. Тогда возникает боль и радиация в ноге по ходу этого корешка, нарушение чувствительности. Она такая локальная уже идет, да? Она, да, идет по имени, именно в месте иннервации этого корешка, она локальная, она может доходить до стопы, может быть в этой области гипостезия или анемия, как его называют еще, и может быть даже слабость мышц. А вот вы сказали про анемия, это вот уже, получается, сосудистый пучок задействован? Нет, это только... Это просто чисто на нервы? Это, да, воздействие на нерв. То есть иногда вот человек там говорит, ой, у меня, наверное, уже сосуды поражены, потому что там вот чувство анемии какое-то там, да, вот немножко такое чувство. А здесь можно... Как будто отлежало ногу там. Да, здесь можно провести аналогию. Все мы наверняка, если так сказать, отлеживали руку. Да, да, вот я про это хотел сказать. Дело в том, что здесь у нас по внутренней поверхности плеча проходит нерв, который при неудобном положении нашим сдавливается между грудной клеткой и плечевой костью. Когда мы просыпаемся, что мы видим? Мы слабость пальцев видим, покалывание, анемия. Снижение чувствительности. Снижение чувствительности. Мы ликвидируем эту проблему, и у нас все проходит. Тот же самый механизм бывает при заболеваниях остеохондроза позвоночника, но только процесс располагается в спинном мозговом канале. И изменением положения проблему вот этой компрессии нерва решить не удается. Поэтому это уже только операция. Скажи, пожалуйста, Вадим Владимирович, а вот в областной больнице, скажем, ну, как заведующий нейрохирургии, просто ответить на такой вопрос. Какие пациенты, из какой патологии в основном у вас в отделении лежат? И, может быть, какой-то приведет интересный случай, может быть, вот из своей клинической практики? Ну, наше отделение, отделение нейрохирургии, областное отделение на 30 койках. Профильное такое? Профильное отделение, да, койка. Оказывается, помощь больным пациентам Ульяновска и Ульяновской области в круглосуточном режиме. Широкий профиль нейрохирургических заболеваний — это и опухоли головного мозга, и все возможные виды гидроцефалий. Оказывается, помощь при нейративных заболеваниях позвоночника, о чем мы сейчас с вами говорим. В год в нашем отделении производится более 300 операций пациентам с дегенеративным заболеванием позвоночника. Ну, такой профиль интересный очень. Вадим Владимирович, а специалисты, я хочу сказать просто пополнение кадрового состава, да, потому что кадровый вопрос всегда стоит так актуально, да, всегда требуются кадры, и в Министерстве в том числе, и об этом всегда говорится и Министерством здравоохранения Ульяновской области, да, что нам нужны кадры, мы нуждаемся в молодых пополнениях, да, таких в новом течении, в каком-то современном, да, вот, у вас как происходит вот именно вот нейрохирургия, вот специалисты нейрохирургии, как они к вам приходят, что нужно закончить, то есть вот именно вот этот профиль? Я считаю, что нейрохирургия — это все-таки призвание. Призвание прям, да? Это призвание. Да, это призвание в призвании. Это такая специальность, в которую, я считаю, что посторонние люди не попадают. Ее нужно любить. После окончания университета, шести лет обучения, специалист, начинающий специалист, который желает продолжить обучение по данной специальности по нейрохирургии, идет в ординатуру. Во время обучения в ординатуре он пребывает в том числе и на базе нашего отделения, смотрит, учится обследовать больных, смотреть, присутствует на операциях, ассистирует. Таким образом, скажем так, врастет в специальности. Входит в этот профиль, да? Входит в этот профиль, да. Из него же редко кто выходит. Я имею в виду, из нейрохирургии очень редко выходит на специалистов. Манил Иванович, а вот в вашем отделении тоже во сколько врачей, получается, работают? Девять человек. Девять человек, это такой довольно-таки большой штат. И тоже уже стаж работы у всех такой определенный, да? Да, у нас есть молодежь, благодаря нашему Ульянскому государственному университету. Которому недавно был, кстати, такой юбилей своеобразный. Юбилей своеобразный, благодаря университету. У нас есть молодежь, очень талантливая, очень хорошая, на которой мы возлагаем надежды и связываем с ней будущее нашего отделения. Ну, Ванил Иванович, вот все-таки хочу вернуться к тому, что вот, может быть, какой-то интересный случай. Вы сказали, что даже вот какие-то образования, да, находятся там, и вот, вы сказали, и головной мозг, да, и позвоночник. Может быть, какие-то вот находки были, ну, какие-то интересные случаи. Нет, такого не было? Это профессиональный тайм. Профессиональный тайм. Ну, а может быть, ну, просто вот, например, там, просто скажите о том, что своевременность, например, на своевременность постановки диагноза. Здесь, как и в любом другом, да, профиль тоже очень важна. Очень важна. Именно своевременность, да? Именно своевременность. Вот я к этому хочу подвести, может быть, был такой случай, что, например, к вам попал пациент, например, да, и вот настолько он вовремя, да, на самом деле его к вам доставили или как-то там он попал. Если мы говорим о дегенеративных заболеваниях позвоночника, то при больших размерах грыжи L5-S1, то есть между пятым поясничным и первым крестцовым позвонком, который остро возникает, может развиться нарушение тазовых функций и слабость в нижних конечностях. Это не сразу возникает? Это может развиться. Может и сразу? Да, это может развиться. То есть остро прям? Остро при поднятии тяжести. И вот именно этот случай, они бывают крайне редко при дегенеративных заболеваниях позвоночника, но тем не менее они бывают. И вот именно своевременность оказания помощи, такие пациенты с нарушением функций тазовых органов, со слабостью в нижних конечностях должны оперироваться как можно раньше. Оптимально это в ближайшие часы и в ближайшие 24 часа. Но ведь тоже сейчас сказали фразу нарушение функций тазовых органов. А сколько за этим стоит? Да, это же проблемы колоссальные. Тут и психологические, и физиологические проблемы сразу, да? И для родственников, и для окружающих. И для родственников, и для самого пациента. Поэтому именно своевременность, своевременность попадания вот такого экстренного пациента на операционный стол описать невозможно просто своевременность. То есть это необходимость. И по сути дела, на самом деле, я не поверю с этим словом, происходит потом чудо, да? Если все своевременно и все вовремя сделано, операция сделана успешно, то в принципе человек потом встает на ноги, да, и все хорошо. Человек встает на ноги, человек возвращается к своей прежней жизни. Конечно, имеются ограничения в послеоперационном периоде. Это длительный реабилитационный период, ограничения в поднятии тяжести. Но пациент возвращается, человек возвращается к полноценной жизни. Ну вот вы сказали, что 80% населения в мире, в принципе, да, они страдают дегенеративными нарушениями стран позвоночника. Ну вот все-таки вот и назвали возраст даже, это начиная с 15 лет уже даже, это очень помолодело, так скажем. Вот как все-таки человеку избежать вот этого всего, да? Ну вскользь мы уже немножко проговорили это, да? Но все-таки вот сейчас вот нас слушают, аудитория молодая, там ребята, они все хотят заниматься, там, может быть, каким-то спортом, физической активностью. У нас очень много спортивных комплексов сейчас развивается, да, много спортивных секций. Ульяновская область всегда этим славилась, да, сейчас, и сейчас действительно подъем такой идет. Вот как вот все-таки, или какие виды спорта более травматичные, какие менее травматичные, куда лучше пойти, чем лучше заниматься вот в этом плане, и в зависимости от возраста тоже вот, давайте расскажем об этом. Вообще, чтобы вот была профилактика данных заболеваний, нужно заниматься собой. С чего начать? Начать нужно, наверное, с ежедневной гимнастики. Элементарной? Элементарной. С регулярных физических нагрузок. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, это может быть модная сейчас скандинавская ходьба, могут быть игровые виды спорта. Хорошее профилактическое и лечебное действие оказывает плавание. Это великолепно. И не надо забывать про контроль веса. Это тоже влияет на возникновение данной патологии. Ну вот бассейн тоже замечательно, да, это вообще доступно очень сейчас. И что происходит в бассейне, да, вот человек идет в бассейн. Даже не обязательно же вот там какие-то сильные нагрузки в бассейне, там сильные лавы, там все. То есть идет расслабление мышц. Расслабление мышц идет, работа мышц. Работа мышц в бассейне, как правило, симметричная. Вода распределяет нагрузку на все тело, на мышцы верхних и нижних конечностей. Даже пассивно идет уже. Да. Ну вот скажешь, пожалуйста, Вадим Иванович, а вот вредные привычки, да, вот, ну как фактор риска, скажем так, курение, злоплечение алкоголем, низкая двигательная активность, питание. Вот неправильное питание имеют, да? Вот насколько они тоже влияют на развитие именно вот дегенеративных изменений? Именно низкая физическая активность. Больше всего, да? Больше всего влияет на развитие данного заболевания. И избыточный вес. Это вот два фактора риска, которые достоверно, достоверно могут влиять на ход заболевания. Вот когда человек курящий, да, вот он пациент, да, как курящий пациент заходит, вот говорят, у него там боль в позвоночнике, там спина болит, там все прочее, да, там вот, как мы говорим, уже какая-то лимбалгия там или еще что-то такое, да. Всегда хочется сказать, ну, зачем вы тогда курите, да? Вот это же тоже, да, влияет очень. Потому что курснабжение, да, напрямую же воздействует. Мы вообще, конечно, за здоровый образ жизни. Да, да. Вот насколько, вот давайте вот немножко прямо скажем. Вот насколько курение все-таки вот дает прогрессирование вот именно заболевания позвоночника? Тут прямой связи нет, конечно. Курение в основном же действует все-таки на сосудистую систему человека. В частности, на сосуды нижних конечностей, вызывая облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. Причем очень быстро же. Очень быстро развивается, да. Для нашей патологии, для нашей специальности нейрохии все-таки курение не так значимо. Но, тем не менее. Ну, рекомендуете бросать все. Однозначно. Однозначно. Потому что я смотрю тоже, судь по вам, тоже вы ведете здоровый образ жизни. Старайтесь, по крайней мере. Потому что я вот вообще считаю, что медработник в белом халате, он должен быть вообще примером, да. И, ну, как врач может говорить о какой-то вредной привычке, если он сам, как говорится, она у него в наличии, да. Вот это тоже очень важно. Как может призывать. Да, как может призывать. Владимир Владимирович, ну вот сейчас очень актуальна тема вакцинации. Вот. И действительно, люди сейчас активно начали прививаться, наконец-то, да. Все-таки до людей доходит, что дошло... Мы сейчас говорим о коронавирусной инфекции, конечно. Ну, то, что актуально, да. Вот, ну, понятно, что с разными специалистами, разным профилем мы разговариваем. И они все говорят, учитывая вот патологию, о которой мы говорим, что все хронические заболевания – это группа риска, да, которая, конечно, должна вакцинироваться обязательно. Ваше отношение вообще к вакцинации от коронавирусной инфекции, насколько она необходима именно вот пациентам вашего профиля, ну и вообще вот как ваше отношение к этому всему? Вакцинация. Я скажу про себя. Как только у нас в области... Это лучше всего даже пример. Да, как только у нас в области появилась прививка от коронавирусной вакцины, это был январь 2021 года. А я в декабре появился. В декабре. Я сразу же появился. Если посмотреть историю вообще взаимодействия вирусов и человечества, то можно увидеть, что человечество успешно достаточно с помощью вакцинации борется с вирусами. Давайте мы вспомним такие заболевания, как полиомиелит. Серьезные очень заболевания. Серьезные очень заболевания. Про него ведь не слышно. А его... Это вирусное заболевание. А его победили именно вакциной. Давайте вспомним оспу. Натуральную оспу черную, или как она там называется, ее же тоже нет сейчас в мире. Мы даже не слышим о ней сейчас. Мы даже о ней сейчас не слышим. И я считаю, что и призываю всех телезрителей, которые смотрят нашу передачу, если они не привелись, принять активнейшее участие в этой кампании, в кампании вакцинации против COVID-19. То есть пациенты вашего профиля тоже, да? Свообразная группа риска все-таки, да? Как вы считаете? Мы все находимся. Мы все в группе риска. В группе риска. И я думаю, что сохранить свою жизнь, здоровье свое, здоровье своих близких можно только путем вакцинации против COVID-19. Ну, на самом деле сейчас активность повысилась, да? И вот это прям как-то радует, да? И вот когда людям сейчас говоришь об этом, да, они уже, в принципе, уже понимание есть такое, да? Да, о необходимости. Уже вовсе какой-то. И я говорю о том, что даже вот... Ну, у меня сын работает врачом-педиатром, да, тоже. Вот уже три года у него стаж. И он говорит, и дети начинают болеть тоже. И дети болеют. Поэтому я вот всегда, когда говорю, значит, пациентам, что вот о важности вакцинации, я говорю, ну, если вы о себе не так думаете, ну, подумайте о своих детях, о своих родителях, о близких, да? Потому что это же защита такая, да? Да. Ну, с COVID-19 мы, наверное, все встретимся рано или поздно, да? Ну, так или иначе. Или встречались, мы встретимся. Мы все с ним встречаемся, но телезрители наши должны знать, что ведь популяционный, есть такое понятие, как популяционный иммунитет. Вот. И пока в нашей стране не будет вакцинировано 60 и более процентов населения, инфекция просто не прекратится. Ну, то есть этот барьер просто не будет преодолен, вот и все. Да. Поэтому действительно это очень важно. Ну, Иван Иванович, в заключении программы, может быть, какие-то добрые советы нашим телезрителям, ну, и как от ведущего нейрохирурга области, и как заведующего нейрохирургическим отделением, ну, и просто как от человека. Берегите себя, занимайтесь собой, берегите себя, и все будет хорошо. Спасибо большое. Ну, что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, до новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok